В этом году в филиале Чернецовской школы в девятом классе две выпускницы Настя Андреева и Таня Михеева. Настя еще не решила кем быть. Таня твердо знает, что хочет от жизни. Но пока это только мечты. Таня мечтает. Нет ни о славе певицы, актрисы или телезвезды. Не верит она его о встречу с принцем, сына того, чье имя нельзя называть вслух. Она хочет просто работать. Не в прокуратуре или ФСБ, не в администрации и даже не в Газпроме. Она хочет, как Тамарка, старшая сестра. Тамарка в Питере сейчас. Таня знает, что не говори, а удалась у старшей сестры жизнь. Вот и Таня мечтает о том же. Хочу идти продавцом-консультантом. У меня такая мечта с детства. Хочу постараться. А мама с папой кем у тебя работают? Мама у меня никем не работает, отец работает кочегаром. У них даже не было свадьбы, они живут так, в браке. Но вы живете вместе, одной семьей, правильно? Нет. Как бы мы сейчас живем с матерью, а отец живет в городовике. Мы разделим, потому что отец работает в городовике, а он там живет. Слушай, а как же, если мама нигде не работает, на что же вы живете? Ну, тут пока на детские, как бы, зимой помаленьку перебиваемся, а так ходим в ягоды. Мы все в ягоды сдаем. Ну, это лето. Ну да. Зимой так перебиваемся. Запасы, что-то делаем с летом. Наших ребяток кормит Красный Крест в течение уже вот нескольких лет. Детишки наши вот получают обед, три блюда, и с того года завтраки. Какие-то должны быть условия, чтобы наш Красный Креста попали? Семья должна быть вот с низким доходом. Вот так, что все у нас попадают дети. А в прошлом году они приезжали, привозили тогда игрушки, да, для начальной класса. Такие подарки у них были сделаны очень хорошие, так что прекрасно. Хотя у них тоже сейчас напряженка с деньгами. Мудотворители же тоже сейчас. Вот эта сельская школа деревенская, она ее одновременно и воспитывает, и ребята кушают там. И кто-то ест в школьный столовой такой, что он дома никогда не поест. Это не страшно? Правнуки партизан, которые помогли блокадному Ленинграду, последние отдали. Последние отдали мы тогда 400 подвод оттуда, с этих деревень, Нивки, откуда сейчас дети учатся в этой Чернецовской школе. Собрали 400 подвод и через линию фронта отправили в блокадный Ленинград. А мама профессии кто? Раньше она здесь работала в холхозе, а теперь вообще работы нет. Но в холхозе она кем работала? Ну, она работала дояркой. А в комплекте она уже без работы? Ну, она уже давно, когда холхозы сократили. Давно уже. А ягоду в какую собираете? Клюкву, чернику. И все. А сколько стоит ведро ягода? Ну, сначала как бы ягода, она стоит где-то по 60 рублей, где-то, а потом она уже начинает цена расти, бывает, даже до 110 доходит. А в какую сумму денег вы живете вместе? 450 рублей. 450 рублей в месяц? Да. А что на эти деньги можно купить? Ничего. Еще несмотря за то, что надо заплатить за свет. Есть в жизни один вопрос, на который толком ответить, временами даже и не знаешь, как. И чем старше, тем все более непонятно, что ли. Но в 15 лет ответ на него только один. В 15 лет думаешь, а разве может быть как-то по-другому? Нет других вариантов, кроме одного. Конечно, да. А вообще, мы часто сами его задаем себе, глядя на наших детей. А теперь просто послушаем. А дальше умолчим. Таня, как ты считаешь, у тебя счастливое детство? Нет, конечно. Почему не счастливое детство? Нет, я не знаю. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...